Сейчас я имею честь пригласить для доклада профессора Розову Катерину Всевудовну, которая представит материал сейчас совершенно уникальный. Я прошу обратить на это внимание, потому что, как можно себе представить, мы предварительно обсуждали эти данные, это наши совместные исследования, что это новое звено в патогенетическом освещении перспектив развития нейродегенеративных заболеваний и их патогенетической терапии. Катерина Всевудовна, прошу вас, спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Добрый день. Я хочу поблагодарить организаторов Конгресса с тем, что уже не первый год нас, если можно выразиться, чистых экспериментаторов приглашают для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с развитием патологии. Но без этого, я считаю, невозможно работать клиницистом, потому что механизмы нужно изучать для того, чтобы можно было в дальнейшем эффективные пути лечения находить. Вот нас интересует, собственно, что мы делаем вместе с Институтом геронтологии. Мы исследуем пациентов, обследуем пациентов с болезнью Паркинсона. И уже не вызывает сомнений, что болезнь Паркинсона связана, с одной стороны, с окислительным стрессом, а с другой стороны, с формированием митохондриальной дисфункции. И несмотря на это, до сих пор это заболевание не входит в список перечисленных митохондриальных патологий. Хотя уже сейчас показано, что развивается митохондриальная дисфункция, причем это развитие связано с накоплением окисленного дофамина, с накоплением асфасинуклинина и нарушением функции лизосом. То есть всеми теми процессами, которые имеют место при болезни Паркинсона. И именно вот эта вот митохондриальная дисфункция, в основном связанная с разделением митохондрии, то есть с фиженом митохондрии, она влияет на изменения, происходящие в клетках нервной системы, то есть в нейронах. И таким образом заменяется метаболически порочный круг, который влияет на дальнейшие прогрессированные заболевания. И тем не менее, все же это заболевание в митохондриальные не относят. Но поскольку мы проводим давно уже совместные исследования с Институтом геронтологии, мы для начала позволили себе, изучив имеющиеся на сегодняшний день экспериментальные и клинические данные в мировой литературе, и свои собственные данные в схему достаточно стандартной теологии патогенеза болезни Паркинсона ввести митохондриальную дисфункцию, ну и эндотелиальную дисфункцию как составляющую окислительного стресса, что приводит к, естественно, формированию патогенетических изменений и, в конце концов, к клеточной смерти через апоптоз, через клеточную дисфункцию. Тут не указывается в этой схеме еще пока митохондриальная дисфункция, но мы ее позволили себе ввести. А что же насчет вот этого квадратика, насчет миелина? Дело в том, что… И почему здесь столько вопросов? Дело в том, что во всех исследованиях и в патогенетической терапии, и в исследованиях научных и клинических основное внимание уделяется нейронам. И этот вопрос вот с миелином поставлен не случайно, потому что при нейрогенеративных заболеваниях происходит нарушение проведения нервных импульсов, а для того, чтобы происходило нарушение проводимости, должны изменяться не только нейроны, но и нервные волокна. И тем не менее болезнь подкисона не относится и к демилинизирующим заболеваниям, только не только к нейрогенеративным и митохондриальным заболеваниям, но и к демилинизирующим. Однако в последние годы появляются данные о том, что при данной патологии повреждается миелин. И вот мне попалось совершенно недавно исследование российских ученых, правда это не какие-то совсем зарубежные ученые, а российские, но они считают, что это они сделали впервые в мире. Они пытаются применять целенаправленные терапевтические методы на основании новых методов исследования именно миелина. Это поисковые подходы, методики они как-то подробно не описывают, но тем не менее они считают себя пионерами в этой области. И вот что происходит при болезни Паркинсона. В нейронах образуется цельца леви. Все на это обращают внимание, но почему-то очень мало кто обращает внимание вот на эту часть, отходящую от нейрона нервной волокны. Хотя здесь нельзя сказать невооруженным взглядом, но вот даже на таких фотографиях видно, что здесь происходят уже какие-то изменения, то есть целостности структуры не имеется. Причем показано, да, тельца леви, при наличии телец леви происходит повреждение нерва за счет повреждения миелина. Это показано. Последние исследования показывают, что такие изменения могут происходить и в отсутствии телец леви. То есть любая нейродегенерация может приводить вот к таким вот последствиям. То есть исследование миелина при нейродегенеративной патологии, оно, на наш взгляд, на взгляд экспериментаторов, в общем скажем, оно обязательно. Потому что нарушается проводимость, а если нарушается проводимость, сразу возникает вопрос, за счет чего? За счет демиелинизации. И поэтому для того, чтобы найти эффективные пути коррекции этих изменений, надо формировать полную картину механизмов, которые участвуют в развитии данной патологии. Это возможно лишь с помощью экспериментальных исследований. Поэтому наши совместные работы с институтом геронтологии, по-моему, имеют большую перспективу, потому что здесь можно проверить механизмы. Вот эту картинку я очень люблю. Почему люблю? Значит, мы моделируем экспериментальный паркинсонин с помощью достаточно распространенной болезни ротиноновой. И мне очень нравится, вот какой вид приобретают крысы после моделирования с помощью модели ротинона. Вот это болезнь Паркинсона у человека, а вот это экспериментальный паркинсонизм. Мы не можем говорить о болезни Паркинсона, поскольку это животное. Но постановка такая же самая, то же самое делается с конечностями, то же самое делается с самим животным. Ригидность появляется, появляются судороги. То есть все то, что характерно для болезни Паркинсона, данной модели можно смоделировать. И причем один из основных механизмов, который развивается при паркинсонизме, это нарушение дыхательной цепи митохондрии, в частности на первом этапе. Так вот как раз данная ротиноновая модель позволяет именно создать патологию, которая повреждает дыхательную цепь митохондрии и повреждает именно на начальном этапе. Поэтому вот эта картинка очень хорошо отображает то, что мы видим у экспериментальных животных. И вот что происходит. Теперь хочу сразу остановиться. Мы исследовали с помощью электронной микроскопии, скажем так, две структуры мозга. Почему? Одно продолговатый мозг, другое стриатум. Стриатум понятно, потому что стриатум – это одна из ведущих структур, которая отвечает за формирование нормальных движений, имеет дофаминовые выходы, и при снижении количества дофамина происходит изменение нормальной деятельности двигательной системы. Почему продолговатый мозг, а не, скажем, стриатум, а не субстанция нигра? Ну, во-первых, ее очень много изучают. Кроме того, теперь уже не считают, что именно вот одна только основная дофаминовая составляющая влияет на развитие болезни Паркинсона. Вот в этом участке продолговатого мозга, который мы брали, те, кто экспериментаторы понимают, это 9-12 мм от Брегмы, там находится много ядер, которые содержат в себе и серотонин, и холенергическую компоненту, и нородренергическую. Поэтому мы изучали продолговатый мозг и стриатум. И при экспериментальном паркинсонизме, когда, понятно, происходит нарушение нейронов, что происходит с миеллином, мы уже сразу видим. Вот это нормальные животные, а вот это животные при экспериментальном паркинсонизме. Во-первых, изменяются митохондрии, то есть развивается митохондриальная дисфункция. Они либо полностью вакуализированы, то есть полностью меняют и теряют внутреннюю структуру, либо частично изменяются. И мы видим, что происходит с миеллином. Миеллин деструктурируется, отекает, и совершенно понятно, что по такому миеллину проводиться нервным импульсом будет очень сложно. При этом до 70% миеллина либо деструктурирована, либо гибергидратирована. И вот я здесь подчеркиваю, что принято считать это в литературе, это указание на наличие судорожной готовности в организме. А это, насколько я не медик, но насколько я понимаю, это одно из составляющих звеньев для паркинсоников. Это действительно судорожная готовность. И кроме того, более 40% митохондрий структурно повреждены. То есть почти половина митохондрий не способна генерировать ЭТФ. Нарушается полностью, нарушается энергетический метаболизм. Это в продолговатом мозге. Что происходит в стриатуме? В общем, в принципе, то же самое. Это стриатум нормального животного, а вот это паркинсоника. Ну так, если мы можем сказать на крысу паркинсоник, хотя это не совсем правильно, но экспериментальный паркинсонизм. Также нарушение миеллина. Но вы обратите внимание, там мы говорили о 70% миеллина поврежденного. Здесь 40-50%. Это по площади, которая занимает миеллин, скажем так, в поле зрения микроскопа. И здесь не 40%, а до 30% митохондрий повреждены. Почему такое может происходить? Почему стриатум, который отвечает за двигательную активность, скажем, вот у больных паркинсоном и вообще у людей, у животных, одно из ведущих систем, структур в мозге, которая отвечает за формирование нормальной реакции. Стриатум вступает в формирование паркинсонизма и болезни паркинсона раньше, чем другие структуры мозга. Оно начинается от, действительно, там потом, скажем так, вовлекается и субстанция нигра и все. Но стриатум вступает на той же стадии, когда и субстанция нигра. И поэтому, когда моделируется вот этот экспериментальный паркинсонизм, то в стриатуме начинают формироваться адаптивные реакции. Потому что не может даже больной паркинсоник, который много лет болеет, да, у него качество жизни плохое, но он живет. То есть какие-то механизмы развиваются в организме, которые позволяют ему дальше жить. И вот в стриатуме начинают развиваться компенсаторные реакции, которым одна из основных, по нашему мнению, и вот потом я объясню, почему. Это мы там говорили о том, что нарушается фижн-фьюжн-митохондрии, то есть динамика митохондрии. Так вот здесь при длительном моделировании болезни паркинсона происходит восстановление фижн-фьюжн-митохондрии. Еще не полная, еще часть митохондрии нарушена, еще они не могут выполнять свои функции, но тем не менее они способны делиться, объединяться. То есть динамика митохондрии в митохондриальном аппарате клеток сохраняется. Поэтому в стриатуме раньше, поскольку он раньше вовлекается в процесс, то там раньше начинают формироваться адаптивные реакции. Мы показали, что и митохондриальная дисфункция, и нарушение проводимости за счет демиоринизации имеют место при экспериментальном паркинсонизме. И я и так думаю, я уверена, что это происходит и у пациентов с болезнью паркинсона. И мы решили подойти к механизмам развития этих процессов для того, чтобы можно было каким-то образом потом воздействовать на патологические составляющие. И вот здесь написаны два вещества – уридин и церебролизин. Почему они выбраны? Первое. Уридин. Уридин – это вещество, которое имеет очень широкий спектр действия в организме. И сам по себе уридин, в общем, в принципе, не действует никак, но в организме он претерпевает существенные изменения. Образуется уридин-дифосфат и уридин-трифосфат. Уридин-дифосфат является очень мощным и достаточно специфичным активатором митохондриальных АТФ-зависимых калиевых каналов. Уридин-трифосфат достаточно длинным путем, но влияет на ультраструктуру липидов и таким образом на ультраструктуру клеточных мембран. Но основное здесь – митохондриальный АТФ-зависимый калиевый канал. Что касается церебролизина. У церебролизина тоже это мультимодальный препарат, но тем не менее мы обращаем внимание для того, что мы нашли. То есть дисфункция митохондрии, скажем так, ну и в дальнейшем это деструкция миелина. Это его антиоксидантный эффект и это оптимизация синаптической и трансмепранной проводимости. Остальное тоже важно, но вот в наших исследованиях мы обратили основное внимание на это. Вот эти два вещества, которые могут показать пути, за счет чего же происходят такие изменения в миелине. Первое. Мы провели модуляцию активности АТФ-зависимых калиевых каналов с помощью уридина. И вот что происходит. Полная нормализация, практически полная нормализация ультраструктуры миелина. Для того, чтобы доказать, что это действительно за счет изменения активности АТФ-зависимых калиевых каналов, мы параллельно ввели блокатор этих каналов, тоже специфический блокатор. 5-HD он называется сокращенно. И вот что мы видим. Миелин вообще теряет свою ультраструктуру, которая присуща, точно так же, как митохондрий. Я обращаю внимание на то, что миелин меняется параллельно митохондриям. Почему сейчас это будет, почему это важно, это я в конце скажу. И в этом случае в обеих структурах, что в продолговатом мозге, что в стриатуме, практически не выявляется при применении уридина, практически не выявляется измененного миелина. И когда используется параллельно блокатор, параллельно с активатором, до 80% миелина структурно повреждены. В продолговатом мозге и в стриатуме практически нет поврежденных митохондрий, их очень мало. При применении блокатора все возвращается на круги своя. То есть почему это очень важно? Потому что вообще наработка миелина и работа, синтез швановских клеток и наработка миелиновых структур в мозге, это очень энергозатратный процесс. И в том случае, когда происходит формирование митохондриальной дисфункции, нарушается энергетический метаболизм. И мы считаем, но мы еще надо проводить дальнейшие, конечно, исследования, но мы считаем, что именно нарушение энергетического метаболизма приводит к тому, что именно вот такие вот картинки можно наблюдать при экспериментальном паркинсонизме. Я понимаю, что это эксперимент. И я думаю, что в организме пациентов, наверное, 80% поврежденного миелина нет. Но тем не менее, вот такие процессы параллельны с нарушением митохондрии. А это точно, потому что мы совместно с Ириной Николаевной проводили обследование пациентов, смотрели клетки крови и действительно там происходит формирование митохондриальной дисфункции. Поэтому здесь мы не сомневаемся, но миелин у пациентов мы не можем посмотреть, но тем не менее, экспериментально мы это показали. В продолговатом мозге теперь следующий путь, следующий препарат, который мы применяли, это церебролизин. Мы этим экспериментальным животным с перкинсонизмом вводили церебролизин и увидели, что в продолговатом мозге практически не более 30%, как 20% миелина изменено, а остальной приобретает нативную форму. И практически в два раза снижается количество структурно измененных митохондрий. То есть эти процессы опять идут параллельно, и причем при применении церебролизина. Почему я тогда обратила внимание на антигипоксические его свойства? Потому что вот это, это очень серьезно связано с окислительным стрессом, с тканевой, вторичной тканевой гипоксией, и это мы можем снимать. Дальше. В стриатуме точно так же уже менее 10% миелина, то есть небольшое совсем количество миелина деструктурировано, и практически мы можем говорить, что это 10% конечно есть, но все же. И структурно поврежденными остается только 15% митохондрий. То есть вот вы посмотрите, что здесь 20% 20, здесь 10, но 10 меньше и 15. То есть это параллельно. Мы можем, поэтому достаточно с большой степенью вероятности, мы можем сказать, что процесс формирования митохондриальной дисфункции и нарушение, то есть демиелинизация, идут параллельно. Причем это показано экспериментально, но в клинике, поскольку мы уже общаемся давно с Институтом геронтологии, мы понимаем, что нарушение проводимости у таких пациентов есть, а нарушение проводимости – это нарушение миелина. Поэтому нужно сказать, что вот препарат уредин, но это у нас он в качестве препарата не очень еще применяется. Он применяется в России, я знаю в Италии, но у нас он не очень распространен. А вот церебролизин, который для нас вроде бы и уже привычное название, но, по-моему, это немножко, ну, скажем так, другая сфера применения. Он может привести, во-первых, к уменьшению выраженности митохондриальной дисфункции, во-вторых, опосредованно, видимо, снижение деструкции миелина. Почему церебролизин несколько меньше влияет, чем, допустим, уредин? Там более длинный путь. Дело в том, что здесь должны сначала нормализоваться митохондрии и уже потом влиять на миелин. Там при применении уренида мы сразу влияем на каналы, которые приводят к нормализации энергообмена. И здесь просто более длинный путь. Но, тем не менее, этот длинный путь приводит к положительным результатам. Поэтому мы можем говорить о том, что при повреждении миелина, при паркинсонизме, и оно есть, при паркинсонизме, я опять же не говорю болезнь Паркинсона, мы можем только предполагать. Но, тем не менее, поскольку мы знаем, имеются нарушенные митохондрии и формулированные митохондриальные дисфункции у пациентов, ротиноновая модель хорошо воспроизводит изменения, которые происходят при болезни Паркинсона, то мы можем говорить, что один из механизмов при повреждении миелина, при паркинсонизме, это развитие митохондриальной дисфункции. Ну, вот я всегда говорю, что это ультраструкционный компонент, потому что митохондриальная дисфункция – это очень широкое понятие. Оно учитывает и открытие поры, выбрасывание различных и свободных радикалов и всего, а здесь именно ультраструктура, то, что мы видим. И причем устранение повреждений митохондрии параллельно происходит с нормализацией структуры митохондрии при активации АТФ-зависимых калиевых каналов. Это один путь. Второй путь – это церебролизин. Он, мы уже говорим, что он более длинный, но тем не менее, в основе его позитивного, скажем так, влияния лежит, во-первых, его антигипоксический эффект, и, во-вторых, влияние на трансмембранную проводимость, на которую я вначале указывала. Это один из основных нейропротекторных эффектов препарата. Поэтому мы считаем, что это один путь непосредственно через митохондрии. Это второй путь – непосредственно влияние на гипоксические моменты, влияние церебролизина на тканевую гипоксию, и затем на именно мембранную проводимость, потому что здесь это важно для трансмембранной проводимости, это тоже для митохондрии. Поэтому это два возможных механизма и два возможных пути коррекции. По-моему, экспериментальные исследования, поскольку они хорошо согласуются с тем, что есть в клинике и тем, что мы видели в клинике, то мне кажется, что это вполне, так сказать, допустимые исследования для того, чтобы показать и механизм развития, и указать на то, что нужно обращать внимание не только на нейродегенерацию, как на дегенерацию нейронов, но на дегенерацию и проводящих пути, и миелина. Вот это основное, на что надо обратить внимание, по-моему, это может принести достаточно положительный эффект для поиска эффективных путей терапии и улучшения качества жизни пациента. Вот спасибо вам за внимание. Это то, что мы с экспериментальной точки зрения хотели рассказать. Спасибо, Катерина Вячеславовна. Ой, Катерина Всеволодна, спасибо большое. Я так всякий раз волнуюсь, когда слушаю ваши доклады, потому что мы учимся у наших коллег-физиологов, патофизиологов, которые могут действительно моделировать заболевания, и на этих моделях только можно видеть эффект лекарственного воздействия. Более того, все самые современные лекарственные препараты свою эффективность должны доказывать на экспериментальных моделях. Я надеюсь, что вот этот путь, который сейчас вы показали, он является пионерской работой, абсолютно пионерской работой. Она достойна, конечно, представления в печати широкой, неврологической, которую будут читать наши практикующие врачи, и должны будут понимать, что не просто так назначаются лекарственные препараты, а они имеют под собой абсолютно четкую, фундаментальную патофизиологическую основу, когда моделируется заболевание на животных. Спасибо нашим животным. Я думаю, что мы в этом смысле соблюдаем все эти правила, так называемые, да, good laboratory practice, да. Ну и, наверное, это очень все хорошо. Да, это очень хорошо, и нам очень помогает сотрудничество с клиницистами, потому что просто так убивать животных, вот так мы говорим, это не имеет какого-то смысла. А вот когда это выходит в практику, это уже хорошо. Ну, потому они и называются друзья наши меньшие, правда, да? Да, конечно. И я надеюсь так, что, Катерина Всеволодовна, успехов творческих вам, и всем нам, конечно, здоровья, для того, чтобы церебральная функция у нас подпитывалась нашим соматическим здоровьем. Тогда будет все хорошо. Спасибо.